В мае попал в автомобильную аварию, значит, мы улетели в Куэт с водителем, потерял сознание. Когда очнулся, уже скорая была, после снимков дали результат, что у меня перелом позвоночника, компрессионный перелом. Попал в реанимацию, после реанимации перевезли в Центральную Республиканскую клиническую больницу, в Уфе, отделение нейрохирургии. И после заведующего отделением, мой давнишний товарищ, Сафин Шамиль Махмудович, ну вот, буквально дали мне время подготовиться к операции, и через неделю, как бы, он определил оперировать. Ну, по воле судьбы, наверное, вот, как-то товарищи мои родственники, товарищи, вот сказали Попова Петра Александровича, живущего в Москве. 10 мая вы прилетели, вот были у нас 4 дня, значит, мы с вами каждый день, после занимались гимнастикой, мячики и все остальное. Дальше, значит, улетели, через 10 дней еще раз прилетели, потом третий раз прилетели, и вот когда третий раз, мы уже решились встать. Вы сказали, что я готов для того, чтобы попробовать встать. Это через сколько было? Мы с вами встали через 32 дня. Перелом позвоночника, на первый взгляд, кажется самым сложным переломом. На самом деле, если он не осложнен, это перелом, который лучше всего лечится. Вспоминаю, маленькие движения начали, помнишь, какие? Ну-ка, покажи, какие движения. Ну-ка, рука, вот, даже здесь, вот-вот. Посмотрите, двигаются ноги, здесь двигаются руки, а до позвоночника только доходят волны движения. То есть там нету движения, которое нарушает контакт, там есть движение, которое дает, как бы, движение на уровне клеток, на уровне связок. И как перелом, вот, перелом, если, помнишь, я тебе тоже объяснял, есть два варианта. Первый момент, есть движение, не будет сращения. Второе, когда лежит и не двигается, нету питания, точно не соединены кости. Есть третий вариант, самый важный, маленькие движения, маленькие упражнения, когда все тело тихонько собирает. Ну, я физически крепче стал, однозначно. У меня мышцы позвонка, они, ну, могу показать. Покажи, покажи. Практически, ну, будем говорить так, даже сейчас мышцы лучше, чем были до травмы. Покажи, а то упражнение, которое делаешь, я уже держу микрофон, то упражнение, которое делаешь каждый день. Поднимаем руки. Вот как раз работа идет очень хорошая на позвоночник. Он с гордостью, с достоинством говорит, что я помог ему, но сделал и продолжает делать он сам. Ну, Бог создал такого человека для нас, да, для россиян, наверное, может, и не россиян. Это значит, тебе здоровье, кто попадет в ваши руки. Все будет хорошо. Спасибо. Вы видите перед собой снимки пациентки с компрессионным переломом первого, второго поясничного позвонков. При таких травмах возможны различные неврологические расстройства. Качество жизни этих пациентов напрямую связано в дальнейшем с качеством проведенной реабилитации. На рентгенограммах, сделанных через два года после травмы, мы видим сросшиеся компрессионные переломы двух первых поясничных позвонков. И несмотря на то, что кленовидная деформация тел сохраняется, однако отсутствие болевого синдрома, отсутствие ограничения движений в позвоночнике говорит о том, что реабилитация проведена грамотно. И пациентка выстрелила полностью. Через три месяца я себя почувствовала намного лучше, даже лучше, чем до травмы. Девушки, 10 дней назад, во время игры... Был надрыв надколенника. И у нас есть первый диспансер, где лечатся лучшие спортсмены. И 10 дней назад ей сказали, что две недели она вообще не должна двигаться. Ну вот сейчас прошло 10 дней, я как раз занимался системой по восстановлению людей. Сейчас я покажу, что она делает. Как и гимнастик. Еще, еще, еще. И побежала по-настоящему, по-настоящему, по-настоящему. А теперь посмотрите и скажите, какое колено у нее больное. Остановилась. Пройдись, покажись, какое колено у нее больное. Совсем не выставили. Еще, сейчас я ее могу пускать уже на соревнования, но я хочу сделать так, чтобы она себя чувствовала лучше, чем до травмы. Чтобы у нее даже прошел страх боли в этом колене. То есть она ходит нормально, она может попрыгать на больной ноге. А так и идем. Попрыгай, попрыгай. А вот и показали больную ногу. А сейчас вам больно или нет? Если мы это сами делаем. Это наш любимый пациент, который сделал действительно уникальный результат, когда даже травматологи, даже мой травматолог, который видел результаты, Ольга Юрьевна и так говорила, что лучше не начинать гимнастику, лучше подождать 10 дней. Но как раз в остром случае можно сделать уникальный результат, потому что как раз нету сращений. Двух словах, что было? Был отклонительный аварий, перевернулся в Курите, травму пятого звонка. В одном медучреждении сказали уши, юная сеточка, в институте буртенка предложили операцию, по полкам. Все понятно. Значит, в двух словах, какие жалобы были, что беспокоило? Сильные голодные боли. Больше и для модели. Двигаться тяжело было? Ну, не совсем комфортно. Все понятно. А это, так сказать, когда начали заниматься гимнастикой, через сколько дней появился результат, так сказать, почувствовали результат? Ну, я думаю, день на второй. На второй день. То есть после второго дня начали уже верить. Когда почувствовали себя, что состояние уже полностью нормальное? Абсолютно нормальное. Через 4-5 дней было. Повязка, когда находилась, она нормальная чувствовала себя? Да, безусловно. Повязка давала как раз то, что здесь одновременно шла гимнастика и специальная повязка, которая лучше фиксирует, чем вратник. Безусловно, 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 не комфортно. Улия. Значит, я действительно очень сомневалась насчет такого раннего начала реабилитации, потому что был тяжелейший компрессионный перелом пятого и шестого, я бы сказала, шейных позвонков с выраженной компрессой натурального мешка. Это был седьмой или восьмой день после травмы, и, честно говоря, опасения были достаточно велики. Ну, вы видели замечательный функциональный результат лечения компрессионных переломов шейных позвонков. Эта томограмма сделана 23 марта, то есть через три дня после травмы. На ней хорошо виден тяжелый компрессионный перелом пятого шейного позвонка и перелом шестого шейного позвонка с выраженной компрессией и деформацией натурального мешка, что и насторожило нас вначале и, так сказать, вызывало сомнения относительно сроков начала реабилитации. Снимок сделан 5 мая, то есть через полтора месяца после травмы. Переломы полностью срослись. Сохраняется клиновидная деформация пятого шейного позвонка, незначительное смещение задних структур тела позвонка в сторону спинномозгового канала. Однако, учитывая самочувствие пациента, можно сказать, что результат лечения данной тяжелой травмы очень хороший. В заключение хотелось бы заметить, что при традиционной методике лечения компрессионных переломов шейного отдела позвоночника, реабилитация, как правило, активная, не начинается раньше, чем произойдет консолидация перелома, то есть не менее, чем через 2-2,5 месяца. Все это время человек находится в фиксирующем воротнике, развивается мышечная гипотрофия, и процесс реабилитации идет гораздо сложнее и занимает гораздо больше времени. В данном случае человек через 1,5 месяца вполне активен, он работает, он выполняет какие-то работы по дому, помогает жене и, в общем-то, вполне полноценен. И, как он сам утверждает, что он чувствует себя сейчас лучше, чем он чувствовал себя до травмы. Назад я попал в аварию в Германии на трассе Нербург-Ринг на северном гипре, на автомобиле Порше и сломал стопу на правой ноге. Мы наложили гипс, и, в общем-то, был прогноз такой, что около 6-8 недель выходили гипсы. Через 2 недели была следующая лонка, там же в Германии. Мне очень хотелось поехать, поэтому я обратился к Пете, и мы начали с ним работать. На следующий же день по приезду в Москву они сняли гипс. Мы работали каждый день на протяжении 10 дней, и, в общем-то, так получилось, что через 10 дней я оказался в Германии, уже без лангеты. Максимум, что мы сделали, это сделали просто жесткую стильку у гоночной обуви. И, то есть, нога была хоть и правая, которой и тормозишь, и даешь на газ. Тем не менее, я очень хорошо проехал гонку. Я заехал на подиум на автомобиле Порше в чемпионате Германии под длинным гонком. В общем-то, все было более-менее удачно. Ну и потом, в принципе, нога не беспокоила. Ну, если вы говорите, сейчас вообще какие-нибудь проблемы есть? Ну, с правой ногой нет. Просто с правой ногой нет. Саш, какой день после полного разрыва? 28-й. 28-й после полного разрыва и после 14 дней реабилитации. Покажи Ахилл. Вот, прекрасно оперированный, подожди, прекрасно оперированный в Японии. И посвящается номер Бетхаму. Так, на носочки. И прям коротко. Раз, раз, одно движение. Второе. Раз, 28-й день. Поворачивайся спиной. Мы должны получить цветовую карту. Получается, цветовая карта. Посмотреть, цветовая карта очень интересная. Она зеленая, красная и элементы есть синего. Вот синие элементы, если здесь посмотреть, hot density – это плотные ткани. А яркие, зеленые и красные – это не плотные ткани. Это растяжимые ткани. Вот смысл, чтобы получить хороший рубец, нужно, чтобы вся карта была преимущественно зелененькая или красненькая. Тогда рубец будет адекватный. Растяжимый рубец. А если у нас цветовых локусов синих больше, это говорит о том, что очень плотный нерастяжимый рубец. Здесь, в данном случае, очень хорошая рубцовая ткань формируется. И в динамике, когда мы будем смотреть уже через месяц, может быть, посмотрим, когда рубцовая ткань будет полностью сформирована, когда уйдут вот эти сосуды, мы будем иметь дело с нормальным ахином зеленого цвета. Вот как, например, на соседней конечности. Эта диагностика, если так посмотреть, является самой объективной. Я правильно понял? Она объективная, она не субъективная диагностика. Здесь мы можем померить коэффициент жесткости или плотности. То есть, если сравнить, например, не с субтозруком, а с компьютерной томографией. То есть, она дает статику, она дает целостность, но она не дает... Я вас тоже к этому не знаю. Согласно, с огромным удовольствием. Вот смотрите, здесь нормальный ахин, он зелененький. Вот он. Но синенький тоже элемент. Это уже элементы мышечной ткани идут. Вот сверху прям зелененькая полосочка, это ахин. Он же нормальный у нас, не толстый. Вот он зеленый. Видите, даже волокна видны. Вот он зеленый ахин. Да, да, да. Вот его волокна зеленые. А все, что вокруг, это мышечные ткани. Ахин сам в себе, он зеленый. И мы должны добиться, соответственно, чтобы зеленый ахин был и на этой ноге. Но, как правило, после операции и после всех процессов, когда идет стандартная схема реабилитации, здесь все поле синее. У нас уже красный, слышишь, Саша? Уже появляются участки, да. Как правило, все-таки мы на таких ранних стадиях не видим вот этих вот зелененьких и красненьких участочков, да. То есть, если посмотреть вот такая картина, когда появляется примерно, по срокам? По срокам такая картина в нормальной схеме реабилитации может вообще не появиться. А нам просто ахин весь будет синий. Весь фруктовый изменивает. Только нормальный ахин зеленый. 7,58 см в секунду. Это методика ОРФИ, методика оценки акустической плотности. Или в метр в секунду, или в сантиметр в секунду. Очень высокие показатели. Это значит высокая эластичность. То есть, пробиваемость, прохождение, вот, разокам, молн достаточно высокая в этой змеи. А в норме? В норме, вот как раз норма, это вот норма. Вот это норма. Сила 58 метров в секунду. Представляете? Как быстро он проходит. То есть, он не затухает, а проходит. То есть, это как через кровь. Жидкостная среда. Получается, вы получаете рубец в виде желеобразных волокон. А вы позади, что он может делать? Вероника, два месяца прошло. Покажи немножко. Толщина нормального ахива. Сейчас, секунду, просто покажу. Вы видите только ахив. В принципе, он уже... Через два месяца. То есть, через два месяца он только должен снимать. А пробегись еще. Причем, это работа... Вы смотрите там, я смотрю здесь. Да, это, конечно. Это впечатляет. Саша, и покажи, что ты можешь через 76 дней после разрыва ахива. Американские врачи считают чудом, если пациент поднимает пятку. Покажи, что можем мы. Да, небольшие праздники перезагрузки. АПЛОДИСМЕНТЫ В марте 2002 года в клинике города Тулку Наталья Огнева была прооперирована. Было произведено сшивание, укрепление мест частичного надрыва сухожилия. В послеоперационном периоде она проходила реабилитацию по плану, предложенному клиникой города Тулку. Однако, в октябре месяца 2002 года, то есть через полгода после первой операции, были выявлены на мокривной резонансной томографии изменения в дистальном отделе ахиллово-сухожилия с его истончением, со скоплением жидкости под ахилловым сухожилием и в толще его по типу кист. И был поставлен диагноз повторный частичный разрыв ахиллово-сухожилия. Была произведена повторная операция. В послеоперационном периоде пациентка прошла реабилитацию по методике Петра Александровича Попова. Мне повезло, потому что я восстанавливалась по уникальной методике доктора Попова. Во-первых, восстановление шло в несколько раз быстрее. Во-вторых, без болей, контрактур, отеков, без потери мышечной массы. В-третьих, спустя 7 лет я вам заявляю, что я не имею никаких проблем с той ногой, на которой была произведена операция. Она стала крепче, надежнее. Я чувствую себя более уверенно, чем до травмы. КОНЕЦ КОНЕЦ Я Лазарев Анатолий Федорович, заведующий отделением остров травмы ЦИТО. Работаю много лет совместно с Петром Александровичем Поповым. Мы занимаемся ортопедией, хирургией, травмой. Он занимается реабилитацией. И слава Богу, благодаря его помощи, наши больные возвращаются к нормальной активной жизни. Потому что сделать операцию так полгода, а добиться отличного функционального результата, я не даром говорю, отличного, поскольку хороших не бывает. После его реабилитации бывают только отличные. Небольные уже через несколько недель практически забывают о том, что с ними будет. И возвращаются к нормальной счастливой жизни. Мы работаем и сейчас, и, надеюсь, будем долго работать совместно и в будущем. Спасибо за внимание. Профессор Загородний Николай Васильевич, руководитель Центра эндопротезирования суставов ЦИТО, заведующий кафедрой травматологии ортопедии Российского университета дружбы народов. Президент Ассоциации травматологов и ортопедов города Москвы. Работать с доктором Поповым доставляет одно удовольствие. А для пациентов, я считаю, это счастье, те, кто попадает к нему в руки. Так что я вас приглашаю в клинику Попова и желаю всем вам удачи. Меня зовут Гажонова Вероника Евгеньевна. Я доктор медицинских наук, профессор. Работаю на кафедре лучевой диагностики, управлении делами президента в учебно-научном медицинском центре. Работаю с ультразвуком уже 17 лет. Сейчас работаю активно с инновационными технологиями, в частности с сонной эластографией. Розительные перемены произошли за неделю. Здесь изменилась плотность ткани. Плотность той рубцовой ткани, которая была у пациента после застарелой травмы. Она изменилась за неделю. Смотрите, здесь выросла эластичность, эластичность старого рубца. И мне кажется, это произошло за счет именно активного кровоснабжения, активного притока крови. И если начинать раннюю реабилитацию, я увидела таких пациентов, у которых начата была ранняя реабилитация, именно вот с доктором Поповым. У них происходит раннее восстановление правильной фибриллярной структуры за счет формирования правильной эластичной рубцовой ткани, функциональной ткани. Моя методика утверждена на ученом совете РУДН, где присутствовало 37 профессоров. Вы видите рекомендательные письма ЦИТО, 31 больницы, спортивных коллективов, творческих коллективов, балетных коллективов, а также Духовные академии и Международных реабилитационных центров. Моя методика включает в себя опыт народной медицины разных народов, а также самые современные технологии из ведущих медицинских и реабилитационных центров со всего мира. Методика включает в себя целостный подход к состоянию здоровья. И цель методики сделать так, чтобы человек после лечения чувствовал себя лучше, чем до травмы, и имел очень хорошие отдаленные результаты. Применяются следующие методики. Остеорефлексотерапия, массаж сухожилий, массаж связок, внутрисуставной массаж, массаж надкосницы. Применяется физиотерапия, космические технологии по восстановлению космонавтов, биом-волна. Известные методики тревела, массаж, специальные повязки с препаратами, которые улучшают питание, кровоснабжение, а самое главное, тренируют связочный аппарат и восстанавливают правильную форму конечности сустава. При разрыве ахилла стопы так, что конечность принимает более правильное, более физиологическое положение, чем до травмы. Применяются дыхательные гимнастики. Гимнастики на реакцию, на координацию, на собранность, на целостность. Применяются капиллярные гимнастики, используется психотерапия, специальное питание, пищевые добавки. Я также применяю гипотерапию, лечебную верховую езду очень высокого уровня. Часто мое лечение заменяет сложные, дорогостоящие операции. И я заменяю неудобный, тяжелый гипс на очень легкие, удобные, приятные повязки, которые дают еще и очень хороший контроль. Важно, что лечение идет под непрерывным, очень внимательным контролем врача. И используются самые современные методы диагностики. Причем они используются в несколько раз чаще, чем обычно. Реабилитация и лечение идет по 6-14 часов в день. И самое важное, что применяются мои личные наработки. Моя методика в несколько раз по скорости и эффективности превосходит известные регламенты ведущих центров Америки, Европы и Азии. Лечение проходит в санатории Бесчегда на Николиной горе, в Праге, Чехия. И может проходить на яхте в Персидском заливе у берегов Кувейта.